вот сюда ему попал представляете как мне повезло всем привет друзья с вами на обзоре т-92 это американский танк на баре 70 имеет много пулеметов один из которых 12 7 но и также 76 миллиметровую пушку ну а все далее все дали в бою поехали приехали мы в польшу и могу сказать нерадостно мне не хотелось бы на такой большой польши на таком маленьком танки гоняться единственное у меня вопрос танкистам куда там влазит 4 человека членов экипажа но то неважно по поводу снаряда по поводу снаряда здесь можно как и кумысы взять как и мопсы взять бобсы да но я езжу на кумысах можно парочку бобсов на какие-то тяжелые танки весьма неплохо заходят особенно если это советские потому что кумыс на них не очень как бы это залетают вот танчик могу сказать быстрый до 55 километров разгоняется это по максималке назад минус 16 то есть можно если чего и драпана дать вот а по поводу динамики но до 35 где-то 40 наверное он разгоняется побыстрее будет отдали уже как-то вот не хотя получается вот хотя вот иногда вот до 57 до разгоняется хотя максималка 55 как сейчас вот мы едем и вот 57 по снегам весьма весьма для польши неплохо но больше большая чё тут поделать вот по поводу углов вертикальной наводки здесь очень странно он как бы низкие ну не совсем низкие но все равно да вроде как приплюснутый но все равно вниз минус 10 вверх плюс 20 а скорость поворота башни 22 и 6 то есть весьма тоже неплохо вот к дэшка здесь кстати у меня 5 и 3 но можно разогнать до 5 и 0 насколько я помню на асовском экипаже то есть ас есть то весьма неплохо я эту дорогу называют дорога смерти вот оттуда может прилететь ну где-то там эту часто бывает что отсюда прилетает туда что у подожди разведка что оттуда сюда так а может постреляем кстати вон он едет так тихо корректировка его там остановили огонь ого зафиксировали отработали командная работа так ну тут долго лучше не стоять я вам так скажу честно по секрету лучше долго не стоять раз выстрелил попал не попал и уехал а то всякое бывает так а там кто там тоже кто-то видимо проехал либо его убили там наш ремонтируется о видели видели француз испытал дорогу смерти но его не убили это хорошо мы сейчас ему как-то поможем с ремонтом брат держись медик тут во ремонт и это брат сюда башки не поворачиваю не поворачиваю крепко спереди не сзади могли же еще раз прилететь рассказать ему но человеку так поблагодарил или я не знаю чё он или он молился или он говорил не надо непонятно что он хотел ничего себе побоище впереди драка была наверно сильная главное что змейку убили вот это самое главное вот эти змеи прям вообще двухглавые не нравятся они мне у меня ее нет ни у кого не должно быть вот блин знаете что чё-то со звуком беда надо проверить а нет вроде все нормально ну ладно я думал звук вы выключил я обычно этот ладно подожди она его убили я звук на этот выключал обычно на самолеты там они очень сильно гудят движки врага а здесь лучше пускай гудят чтобы было точно понятно где чего но мы базу берем вместе с собутыльниками они отвоевали эту территорию я тут медиком где-то подрабатывал недалеко вот она двухглавая змея вот этих надо бояться опасная тема хотя последнее время отчет заметил заметил что их не так уж и много и они не такие имбовые либо просто люди на них переиграли и надоело и нашли чё-то другое до falcon там чё-то советовали или еще чего-то так подожди вот еще больше не нравится тем что хрен его знает тут противников мало драки мало и туда выстрелим друг попадем а случайности случаются вот и получается драки странные возникает либо ты не успеваешь на них либо тебя у первым убивают а если на медленном т-95 либо на маусе то наверно . бы мы только подъехали а по полю фигачить это как смерть зря вот кого-то слева слышу то ли это свой либо же там кто-то другой проезжает ну да ладно он там кто-то может попробовать выстрелить блин так не видно же думаю вряд ли так получится как с прошлым разом так справа вот всех вот все как-то кого-то видят я вообще слепой и кто-то любит польшу напиши пожалуйста если ты любишь польшу и за что но маленькая прикольно а вот большая но на топ уровне может быть да она у таких противник был мог бы наверное выстрелить если попал увидел ну глаз алмаз сразу видно да хоть я не алмазом зовут так блин не видно а вот да шо ж ты будешь делать представляете змея змейка меня а и так тебе надо ладно возьмем дублер на дублёре решил поехать на точку а о самолетик огонь как же хорошо стреляя не попал ни разу а нет попал но попал это мало для самолета это так себе это как в это не знаю в лужу плюнуть ничего не изменится вот короче едем вперед тут нужно посмотреть он кого-то даже убили тут нужно посмотреть потому что . не наша и соответственно соответственно могут быть сидеть где угодно под каждым кустиком о самолетик видимо делал бонзай либо не справился с управлением но ничего страшного так еще один самолет ладно этот самолет не нам слишком высоко он слишком высоко блин там он кого-то светят ну вот я никого не вижу вот они светят а я не вижу как определить где он там неясно что будет если я поеду вперед или тут по это помяться ладно рискнем 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 вдруг не найдут мы все-таки низкие всякое бывает так подожди там еще кто-то так еще один самолет еще один самолет но у нас туда не по этот не поднимается ствол бы нахты бонзайщик недоделанный взял и развалился но повредил нам чё там нам по 2 повредил что-то повредил в общем стоим чинимся доехали бы до базы сейчас баску возьмем втроем баклан с нами так что все хорошо вон какой ствол у него мохнатый ого хлопуха упала ничего себе главное что никого не повредила это самое главное еще пролетает где-то летает самолет блин у них самолеты поэтому они проигрывают вот но переизбыток самолета вон еще один летит и он один и тебе держи смотри пулеметами кстати мне какой-то ремонт требуется отремонтируемся второй раз кстати а куда первый раз делся видимо два раза две разные детали отдельно чинимся очень не ясно еще один самолет а куда я стреляю а почему такая струя неровная блин это по моему издевательство и видимо из-за дома прицел сбился баклан стреляет но мимо да попади братан им был пору базы брать они на самолетах летают летуны блин перебор вас перебор ребята на вас не напасешь и никакого пулемета пулемет закончился правда силу не попал далеко видимо было слышите едет едет но подождем пока едет правда наверно долго я тут неплохо так устроился почти не видно незаметный на он все едет долгий ездун мы так и устать можно пока его дождешься здесь здесь могут тебя увидеть быстро едет давай смотри какой жук один едет да а второй уже давно стоит и смотрит на меня антенками сверкает вон он огонь вот поэтому кумыс иногда плохо вот деревья прям не пробивают а а это ты выехал ну конечно дождался пока союзника можно это было подставить да ну все теперь я пт теперь апт не высовывайся там больше птшка страшны в гневе так попробуем поремонтироваться возможно ремонт нам даст какой-то результат и он за это время не успеет вылезти кто его знает может боится возможно не посмотрел чай чем не повредил кинем ему туда артиллерию чтобы было веселее там ему жить они осмотре отменяем так подожди не отменили успели огонь шикарный выстрел не не пробил ничего но ему наш самолет показал что он тут не прав совсем не надо посмотри на него главное не все же проиграли а петушок все летает ты спустился бы а второй бой и карелия ребята это был в карелии там вот так же опасно как вот здесь или нет я думал сюда дальше поехать но судя по всему не хочется придется ехать на гору придется ехать на гору о попадание артиллерии он кстати там двое бегут кстати наверх поможем им провести бой и не захватить базу или парочку о рателя отвоевал нам базу терможно в этом спокойствии захватить ее с а м x а м x правда правда говорю чем молчишь занят базу взяли и на полку станем так чё тут у нас вроде никого есть поближе так и подожди этот шум не напрягает но это видимо тут в другую дорогу он едет не сюда о стоит держи шикарно заряжающего не стала так перезаряжаемся 03 не хватило походу асовского экипажа теперь жопу будем тушить уже вы потушили тебя ремонтом можно заняться лишь бы у тени приехали которые шумят спасибо тебя брат за помощь теперь нам бы он соседями разобраться шумят постоянно тогда вот они правильно ты смотришь когда мне чуть немножко подъехать да вот спасибо вообще шикарный парень все знают про нас как нам тяжело так ждем по отметили ну их там двое или трое наверное да так одного убили но то того кому я заряжающего снял видимо я будешь пока не по кому не стрелял о развели он сам развелся нифига себе табличку сняли но ему там чет наводчика еще слетил слепил держи до свидания так вот то что говорил про советские борты сейчас вот увидите не сильно не их и пробивает хорошо а подожди мы низко не опускаемся до тогда тебе о бою кладочка шикарно бою кладку взорвал снаряд не взорвался но хотя он на раздельно там поэтому наверное поэтому не взорвался так вот там в долине еще кто то есть да вон он так прям меткое выпадание на гусеницу еще раз попробуем попробовали ладно уезжаем уезжаем походу нас засмотрел уходим в ангар у нас есть дублер только родился а уже тут прям движ париж он проезжает сейчас мы туда в сандали так держи о сандальку получил и ствол и казенку хорошо пока я рассчитал на более лучший урон ну ладно поехали дальше так тут под нами танчики едет сейчас мы его а у сты про нас и не знает сейчас мы его окучим волшебно и казенка и заряжающие все как мы любим поехали душить душить будем куда дымы не спасут тебя тебя заднего хода нет не сбежишь не сбежишь я знаю ты совет сейчас любви тебе дадим горячий такой смотри держи огонь они так нельзя но советская броня до советские борты кумыс конечно тут это слабо дамажит так на тебе двигло благо у нас кстати он походу кого-то вызвал там шумят держи еще один да блин извини держи о чахотка помогла так но тер будем с тем кого-то нам вызвал разбираться то что он приехал ага держи чего это чё сквозная в общем ребята я разобрался вот сюда ему попал представляете как мне повезло вот видите и не усвелся вот в ту дырочку я попал блин надо идти в дарс что ли поиграть подъехали к базе решил подождать постоять посмотреть вот одет третий кстати а вот ты где вот на троих распилили базу но почему бы нет может войди их не единственные очки либо же возможно нам как-нибудь это спасет поможет базу захватили поехали вперед кстати там уже кого-то разведают обмп сейчас густую попаду мне не попал так едем дальше вон притаился огонь я думаю про кумыс уже поняли да что нужно два а то и три снаряда чтобы уничтожить даже вот такой танк с первого выстрела редко кого уничтожаем немного решил сменить позицию но далеко уехать не пришлось вот выстрелим и по вот этому наводчику вот хорошо до урон как проходит второй выстрел не попал вот неплохие кумысы до третьего не суждено и так далеко уехать не пришлось он побежали пацаны держи великолепное попадание да так там он еще сейчас подожди вдавайте вылазьте где вы там засели а во бежит сотри держи о крыша бойко не повезло ему мне да ему нет но бывает бывает и мне везет будет будет что-то ехать давайте ну кстати про разведку от не забывайте о видите да о чем говорит так вот там еще огонь даже гуслю не сбил вас представляете еще один выстрел ему даже сетка это не нужно который там повешено и и так не пробиваю эти кумысы его так держи еще один не ну а деду не свезло дед старенький видимо это там проржавела в том месте не повезло если из третий говорят не очень и тут не везет даже кумыс это жует так поэтому не попали но это уже ладно туда метку для себя поставим так там он еще кто-то стреляет но видимо пока больше не по кому стрелять надо передвигаться далеко ехать не пришлось нам вон противник огонь неплохо командир наводчик стандартный урон ничего там шикарного и не мало бы еще и сис получили так он что-то там на открытом о шикарный урон с пулеметом иногда он хороший надо вот такой видимо 7 и 7 попала 12 не долетела видимо больше никого мы не встретим поскольку бой закончился третье место три килла одна зона пять помощей не так уж и много но может быть бы побольше у меня даже на нем ядерка есть кстати то есть можно спокойно бить ядерку можно килл и делать можно ассистами зарабатывать разведкой базы в принципе достаточно подвижная машина иногда как повезет с уроном да ну кумыс и чё поделаешь вот поэтому кому понравилось поставь лайк обязательно напиши пару комментарий но и встретимся в следующем видео либо же заходи на стримы там пообщаемся всем пока до новых встреч